В Украину прибыли канадские военные инструкторы. 200 специалистов будут обучать солдат наших вооруженных сил. Программа включает обезвреживание боеприпасов и утилизацию зрачатых устройств, подготовку личного состава военной службы правопорядка, изучение методов проведения расследования и эвакуации раненых, медицинскую подготовку и другое. Обучение Украина не станет покупать российский газ по 212 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщил премьер-министр России Яценюк. Сейчас наша страна покупает европейский газ дешевле, чем его предлагает Москва. Пример также добавил. Сегодня в подземных хранилищах 13 миллиардов кубометров голубого топлива. Это почти на 2,5 миллиарда больше, чем было в аналогичный период прошлого года. Иран считает поставки газа в Европу экономически выгодными. Об этом сообщил глава национальной газовой компании Азизалара Мязани. Он напомнил, страна обладает крупнейшими в мире запасами природного газа. Но доля Ирана на глобальном рынке невелика. Рамезани заявил, Тегеран готов проложить газопровод в Европу. Напомним, разведанные запасы газа в Иране достигают 34 триллионов кубометров. Ежегодно добывается лишь 200 миллиардов. Мировые цены на нефть продолжают снижаться. Это происходит из-за опасений инвесторов о состоянии экономики Китая. Стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на торгах до 32,5 долларов. Китай второй в мире по объемам потребления черного золота после США, по мнению экспертов, падение экономики КНР снизит спрос Поднебесной на нефть. А это обострит ситуацию с переизбытком предложения сырья на рынках и приведет к дальнейшему падению нефтяных котировок.